Новое видео выходит каждый день в 20.00 Это уже хуй знает какой ролик про верты И вы даже можете подумать, что я начал где-то повторяться Где-то там делать ещё что-то Однако нет Хотя, возможно и да Я не знаю, пересмотрите старые видеоролики Потом вернитесь на этот и скажите Ебать, так ты же повторяешься или таки ебать Вот я пересмотрел все ролики, бро Братан, братишка или там знаете И на мой характер найдётся любитель Вот и так далее Вот там всё пишите И такие, брат, братишка, ты знаешь Вот мы пересмотрели твои вот старые видеоролики по вертам Там на одном 3000 просмотров, на другом 200 просмотров И ты знаешь, пришли к такому выводу, что ты не повторялся Или там знаете, мы посмотрели вот все твои вот эти вот видеоролики про верты И пришли к выводу, что ты действительно в каждом новом ролике говорил одно и то же Вот вы прям братаны, кенты, кентафарики, вот вы знаете, вы можете чисто посмотреть вот так вот, вы можете чекнуть и сказать, ебать, так ты же типа повторялся или такие ебать, так ты же не повторялся, ты же всё делал реально как надо, красавчик, молодец, вот прям респект и уважуха и всё такое новое. Сегодня я опять-таки хочу, так сказать, знаете, надавить вам на моральные принципы, чтобы вы такие, знаете, блин, как так, зачем я это делаю, чё я вообще такое делаю и так далее, и более не покупали, возможно, верты или покупали, ну, в каких-то меньших количествах, дабы не разорять создателей, там, разработчиков проекта, потому что, знаете, когда вы покупаете верты, вы, по сути, занимаетесь мошенничеством, потому что вы, знаете ли, обманываете. Там, создателей проекта, вот, и всех прочих людей, потому что они-то рассчитывают, что вы задонатите им на сервер эти деньги, а вы их отдаёте барыгам, соответственно, там, верты прокручиваются в ещё какой-то там миллиардный раз, а новые деньги не добавляются, разработчики не получают какого-то финансирования, не могут закупить ютуберов, вследствие чего я не могу получить деньги и так далее. И, там, другие ютуберы не могут получить деньги за свои какие-то старания, за свои, вот, эти, вот, знаете ли, видеоролики, которые выходят каждый день в 20.00, одни этого получить, вот, просто физически не могут, потому что, ну, вот, всё именно так как-то и происходит у них. Вот, однако, однако, сегодня, в очередной раз, как я уже говорил до этого, мы поговорим с вами о вертах и почему их вообще не следует покупать. Вообще, как происходит технология купли-продажи вертов, вот, чтобы вы так плюс-минус вообще понимали. Если, мало ли, кто-то таким ни разу не занимался, если такие люди есть, то можете написать в комментарии слово верты или, там, знаете ли, то, что я не покупал верты, я вот такой классный, я всегда пользовался официальным донатом и так далее. Дело в том, что, каюсь, каюсь, у меня был грешок, я покупал верты, но это было на адвансе. Это было, вот, то есть, на адвансе. И, вообще, что считается за покупку вертов? Вот, если я, как бы, своему другу перевел верты взамен, он мне, как бы, знаете ли, там, подарил игру в стиме или, там, знаете ли, угостил меня шоуру мой в реал лайфе, это значит, что я продал верты или мы просто обменялись, так, знаете ли, по бартеру или что? Вот, что считается именно за покупку или продажу вертов? Или вот, то есть, то есть, покупка или продажа вертов, это когда ты купил, знаете ли, у официального дилера, у официального барыги, которого уже все знают. Ты, типа, купил у него верты, тебя забанили, баругу забанили, всех остальных людей забанили за это и, вот, многое-многое другое. Сейчас, знаете, сейчас многие проекты, вот, устраивают какие-то, знаете, такие рейды, облавы, поэтому, если ты даже, вот, не покупал верты, если тебе просто, там, знаете, какой-то, вот, человек подошел чисто на серваке, дал верты, и если ты у него их принял, то тебя могут забанить, потому что администратор же не поверит, что ты не покупал верты, что к тебе просто подошел какой-то чел и передал тебе, вот, просто так, верты. потому что с моими знакомыми, которые там, знаете ли, играют на Arizona RP Chandler, такое произошло, то есть они даже жалобу на форум написали, им ответили, что там с аккаунта данного человека продавались верты, поэтому мы, знаете ли, не можем быть уверены, что вам как бы верты не продавали, и вот вследствие этого людей банят. Однако, однако, опять же, предостережение, почему не стоит покупать верты, и почему это все вот так вот плохо и так далее, как происходит технология покупки, продажи, там, знаете ли, обмена вертов, там, на Arizona RP это либо происходит через трейд, там, либо ложат в багажник машины на каких-то проектах, на которых эта функция есть, я, если честно, не припомню, есть ли она на Arizona, либо по старинке переводят через банковский счет, через банковскую операцию, это, по-моему, было на СамПРП, на других проектах это уже перестали делать, там, кто-то через симку перепродавал, по-моему, на АдвансРП это было, кто-то там еще что-то делал, в общем, было много способов, много всяких штук, сейчас даже появились, вы знаете, автоматизированные боты ВКонтакте, которые смогут найти тебя верты на каком-то определенном сервере и так далее, здесь могла быть ваша реклама, кстати, вот, продавцы вертов и все прочее, люди, я понимаю, что рекламировать их плохо, но пока я не сотрудничаю с каким-то проектом, пока проекты не дают мне какие-то деньги за ролики на их проекте, то почему я не могу отрекламировать продавцу вертов, то есть, получается, сервера сами виноваты в том, что они дают мне рекламу, потому что мне приходится рекламировать, знаете ли, продавцу вертов, хотя даже они ко мне еще не обращались, можете обратиться, прорекламирую с удовольствием, о цене договоримся, так сказать, вот, и много-много другого, но опять же, опять же, Мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья и все прочие люди верты покупать плохо, потому что купив верты, вы потратили какие-то сущие копейки, да, вы приобрели валюту на сервере, но взгляните на создателей проектов, на создателей серверов и на всех прочих людей. Им нужно держать, знаете ли, сервера, оплачивать вот эти, вот знаете, тысячные, миллиардные, долларовые вот эти вот хостинги все, чтобы проект работал нормально, чтобы проект не лагал и все было там как бы комфортно для игроков. Они нанимают скриптеров, которые разрабатывают большое количество разнообразных обновлений, они делают большое количество работы, большой пласт работы, если, конечно же, мы не говорим про адванс ролеплей, который забил просто-напросто, блять, абсолютно на все. Ему как бы похуй там вообще на все, что у него есть, он сейчас только дорожит ютуберами, которые вот у него остались Малфоем, там, Иси, там, Данкозором Лаунжем и всех прочих, каких-то новых таких, знаете, молодых ютуберов, которые там только бы начинали снимать свои видеоролики на ютубе, я, понимаете ли, найти на адвансе не могу. Если вы таких знаете, опять же, можете в комментарии написать, господи, какой это уже был байт за данный видеоролик, но извините, просто так вы комментарии не пишите, да, я не виноват, что ютуб вот так вот работает, что просто так вы комментарии абсолютно точно не пишите, да, братья, братаны, кенты, кентафарики и все прочие люди. Я не виноват, что вот просто так, как бы, комментарии многие из вас не пишут, а те, кто пишет реально, вот, какой бы ни был ролик, там, какие бы ни были темы и все прочее, вам огромнейшее за это спасибо, потому что таким образом вы продвигаете мой канал, мой видеоролик, его видят все больше и больше людей, все больше и больше людей узнают о том, почему не нужно покупать верты на GTA Samp серверах. Вообще, наверное, вот так вот вопрос, когда кто-то ставит, мол, почему нельзя покупать верты на GTA Samp серверах, на GTA Samp проектах, потому что мне, типа, вот, многие люди после моего вот этого вот видеоролика, у кого и как покупать верты в GTA Samp, где я сказал, что верты лучше ни у кого не покупать, потому что вы потратите большое количество разнообразных денег, вы еще рискуете быть забаненными и всем прочим. Мне вот некоторые люди писали, мол, в комментарии, там, в ЛС ВКонтакте, во всех, о прочих вещах они мне писали, говорили, мол, слушай, там, Данька, Данила или как тебе, или автор вот этого вот канала, этого вот видеоролика, мол, слушай, мы посмотрели видеоролик, то есть я вообще вот так вот, мы посмотрели видеоролик и слушай, а почему вот нельзя верты-то покупать? Ну вот, что в этом такого? Я, типа, думаю, ебать, пацаны, вы меня троллите или рофлите, или вообще, что происходит, но я не удивляюсь, потому что это Samp, как мы знаем, Samp хуже пидорасы, я говорю именно про активных людей, которые затрачивают в Samp, это ужасное зрелище, то есть, понимаете, они не занимаются каким-то вот таким, знаете ли, саморазвитием, да, не снимают ролики на YouTube каждый день в 20.00, не выкладывают их, да, там, знаете ли, не делают какие-то превьюшки на заказ, потому что мне нужны превьюмейкеры, чтобы я не тратил время на вот эти вот все превьюшки, а нормальных превьюмейкеров, в принципе, в GTA-сам сегменте их почему-то я не могу найти абсолютно точно вообще, то есть, ну, почему так происходит, мне непонятно, все делают какие-то вот эти вот, знаете ли, превьюшки там на уровне, либо там вот эти вот 3D-тексты а-ля Dory Incarnate на всё, блядь, ебало, спасибо, блядь, и не надо, я такую хуйню сам могу сделать, либо люди делают, знаете, блядь, чё, знаете, чё они нахуй делают, они делают вот этот вот стандартный превьюшки, там, Ром и Диты и всех вот этих даймондовцев, или как их там, блядь, называют, вот этих вот всех хуесосов, то есть, вот это вот просто, блядь, текст, и хуй пойми, ни мелких деталей, блядь, ни текстур, ни хуя там, никакой зернистости нету на фотокарточке, блядь, никаких-то дополнительных эффектов, просто они, блядь, в сухую текст написали, возможно, наложили какую-то вот эту вот свою ебливую засвеченную цветокоррекцию, всё, это у них, блядь, превью, за это отдавай мне, блядь, деньги, плати мне, сука, да, деньги мне плати, блядь, и так далее, и вот, меня это абсолютно не устраивает, потому что нормальных превьюмейкеров, я не могу их, блядь, найти, почему их нету, блядь, я не знаю, напишите мне в ЛС ВКонтакте, если такие люди есть, как бы, мне не жалко платить людям деньги за хорошее превью, но я просто не могу найти нормальных дизайнеров, которые бы делали нормальное охуительное превью, поэтому, ну, я даже не знаю, чё тут ещё можно сказать, я думаю, что вы поняли, почему нельзя покупать, там, продавать игровую валюту, и всё-всё-всё-всё-всё прочее, однако, если даже после этого видеоролика вы не поняли, вы можете всегда написать в комментарии, либо мне в ЛС ВКонтакте, либо подписаться на мой Телеграм, ссылочка в описании, посты каждый день в 20.00, а ТДС публиш, либо не задан Семён, пишите в поисковике, да, должно там находить, или должно быть ещё чё-то такое, не важно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Продолжение следует...